Ну и доброго вам здоровья, как сказал бы Геннадий Малахов. Это «Парадокс» с Игорем Виталем. А на радиостанции «Финам.фм» пишите нам на финам.фм, на странице нашей программы «Парадокс». Или звоните 65 10 99 6, код города 495. А вопрос я вам, пожалуй, задам попозже в студии. У меня сегодня обсуждаем итоги и прогнозы российского интернета. В студии у меня Игорь Ашманов, гендиректор компании «Ашманов и партнеры». И Андрей Колесников, директор координационного центра национального домена сети «Интернет». Добрый день. Игорь, я тут сразу взял программное заявление, одна из российских газет, причем государственных. Как ты утверждал подборочку из тебя самых ярких цитат, собрало и выдало такое, как программное заявление. Можно сразу я вот... Ну это не заявление, а про итоги года. Вот сейчас про них и говорим. Просто первая же фраза я читаю. В 2012 году наша власть наконец обнаружила, что Руннет оккупирован чуждыми политическими идеологическими силами. Точка. И ближе к концу сформировалось государственническое интернет-ополчение. У людей государственнического мировоззрения сложилось ощущение, что власть в интернете проигрывает, что в общем-то правда. И сформировалось интернет-ополчение. Эти люди считают своим долгом бороться в интернете с либералами. Расскажи мне, пожалуйста, кто вот это вот отчуждые политические идеологические силы и кто вот это интернет-ополчение. А поскольку мы сегодня говорим об экономике, Руннет, мне еще интересно, какие деньги и чьи за этим стоят. Ну давай тогда от печки. Во-первых, про экономику мы можем судить только предположительно, потому что ни ты, ни я, ни, я думаю, Андрей, никогда не заказывали таких услуг в интернете, как продвижение чего-то. Солестников сразу отвернулся. В глаза нам, смотри, заказывал или нет. Да. Не, ну мы что-то, мы рекламку заказывали. Ну вот, значит, про рынок, про этот, про рынок вбросов, там, продвижение чего-то в интернете и так далее. Значит, довольно долго мы наблюдали, потому что я вообще такой борец с электронным мусором, мы наблюдали проблему с почтовым спамом, потому что мы делали такой самый популярный в стране с 2001 года фильтр спама почтового. Вот, там были услуги по тому, чтобы разбросать письма, ну там, условно говоря, 100 миллионов, 10 миллионов писем разослать стоило 500 долларов. Сейчас дешевле гораздо. Сейчас это, ну да. Ну тебе это виднее. Вот, это сейчас, наверное, дешевле, но, значит, когда появились социальные сети, ровно те же люди начали заниматься и новым бизнесом. То есть вбрасыванием с помощью ботов и всего остального в блогах, в твиттере, в социальных сетях и так далее. Это те же самые люди... Ну на секунду, стоп, подожди. Те же самые люди начали этим заниматься по заказу кого? А они нейтральны. Это технические исполнители, это бизнес. То есть ты считаешь, что обе стороны такие условные силы добра и силы зла, они и те, и другие нанимают? Это само собой, но большинство спама в социальных сетях вообще коммерческий. Там есть просто услуги по вбрасыванию каких-то, значит, продуктов, там, услуг, там, еще чего-то. Опускание у кого-нибудь. Опускание, да, черный пиар, плюс, там, какие-нибудь разводки, типа, узнать дату своей смерти, там, и так далее. Это все коммерческие услуги. Нет, коммерческие вообще сейчас я предлагаю вывести за скобку. Не брать продвижение продуктов. Меня сейчас идеология интересует. Смотри, дело в чем, значит, те, кто продвигает идеологию, они там на 80 или на 90 процентов заказывают распространение тем же самым спамерам. У них есть, конечно, свои сети. Ну, не совсем спамеры все-таки, там гораздо, ну, то есть, там посерьезнее. Колесников вмешиваются никак не дают пашманову до воротов. Инфраструктура. Нет, подожди, подожди, подожди. Тысячь ботов, которые работают, несколько основных группировок, ровно те же, кто берет заказы коммерческие, те же берет и идеологические. Позвольте, я тоже свои две копейки в эту область. Это очень интересное наблюдение. Я всегда условно разделяю так. Днем люди занимаются продвижением сайтов, поисковой оптимизацией и так далее, а ночью, условно, ночью занимаются ботнетами. А ночью свирепствует кариес, как говорится. Ну, вот. Подожди. Это одни и те же люди. Объясни мне бестолковому. Я понимаю, что по некоторым действительным вопросам можно отследить заказы. Но такие вещи, как там закрытие 31 больницы, закон Димы Яковлева, оно не требовало дополнительного. Понимаешь, хомячкам покажи морковку. Верно, верно. И они начинают сами возбуждаться. Главное ее показать. А наша власть только умеет, что показывать эти морковки. Нафига нужны ботнеты? И так неплохо получилось. Смотри, значит, ботнеты нужны, чтобы, во-первых, все это подогреть. Во-вторых, коммерческий спам очень часто присоединяется к бодрой какой-то теме. То есть боты спамеров ловят какой-то популярный тег в Твиттере и вместе с ним втюхивают уже свое коммерческое сообщение. Кроме того, раскрутка какой-то темы в Твиттере, во-первых, вбросы, из них там процентов 80 не взлетает. То есть сделать вирусный вброс, который точно полетит, довольно сложно. Это мастерство. Это мастерство. Большинство из них не взлетает. К коммерческому согласен, в политическом. Нет, в политическом то же самое. Вот. И, значит, вброс в социальные сети, на самом деле, может использоваться как инфоповод для раскрутки в СМИ. Условно говоря, все наваливаемся, выводим тег в тренды Твиттера, а дальше нужные нам СМИ, заточенные под это, условная лента РУ, пишет бодрую новость о том, что смотрите, оказывается, что важно в России. Вот, вот, вот же, что вышло в тренды Твиттера. Замечательно, только денег я здесь не вижу. В каком смысле? Хомячки навалились. То есть, понимаешь, новости существуют. Как только. Никому за это специально платить не надо. Ты посмотри, сколько в интернете. Смотри, какая новость. Смотри, какая новость. То есть, еще раз, большинство вбросов, что честных, как бы, по конкретной какой-то вещи, они проваливаются. Вброс требует раскрутки в любом случае. Давай приведем другой пример. Вот смотри, кто-то... Приведи пример, что не взлетело. Только микрофон рукой, только не ошибаюсь. Да, смотри. Насчет не взлетело, там много. Ну, пример приведи. Вот какая новость, не взлетело? Давай лучше, вот смотри, давай лучше то, что тебе будет интереснее, и то, что взлетело. И то, что не является, как бы, политикой, либо появляется политикой, смысл которой, вот я, например, не понимаю. Значит, в прошлом году, два месяца, нас долбили в декабре 2011 года и в январе 2012-го, нас долбили параллельно всем протестам, там, борьбой с Путиным и так далее, детскими суицидами. Долбили сначала в социальных сетях, в новостях, потом это вышло на первые каналы телевидения, на федеральные. Два месяца нам рассказывали, что ужас, ужас, ужас и так далее. Значит, реальная ситуация такая. Суицидов в России полторы тысячи в год, детских, подростковых. То есть два, три, пять в день. Если бы они просто честно писать каждый день, то мы каждый день бы видели только один ужас. Правильно? И когда я разговаривал там с руководителями одного из самых крупных наших телеканалов, они говорят, да, мы видим. Сначала мы видели эту тему как естественную. Вот она пробулькивается в информагентствах, а в ней пишут в блогах, мы тоже начинаем делать сообщения. Потом мы вдруг осознаем, что их полторы тысячи в год и что на самом деле кто-то решает какие-то свои задачи. То ли борьба с ювенальной юстицией, то ли наоборот. Мы не знаем. Я не знаю, например. Но руководитель этого телеканала говорит, я понял, что нами манипулируют, причем довольно хитро. Создавая как бы новость, которая проходит через информагентство, даже через не новостные. Но процесс неестественный. Поэтому мы в конце концов, когда это осознали, в конце января, условно говоря, сделали обзорную передачу о теме и дали команду, больше этих новостей не брали. Ты знаешь, Андрей, когда говорят о руководителе крупного федерального канала, что он, точнее, говорит, что ими манипулируют, у Бабеля это называлось, среди бендюжников он прослыл грубия. Да, да, да. Ну а что такого-то? Нет. Понятно. Потому что люди, которые сами манипулируют и промывают манипулируют. Да, очень не любят, чтобы ими манипулировали. Манипуляторы очень не любят, когда манипулируют. Андрей, скажи мне, а наш друг Игорь Саниславович преувеличивает или преуменьшает? Преуменьшаю, конечно. Дай Колесникову. Нет, я очень спокойно, так сказать, на все эти вещи смотрю. Это современные технологии. Интересно, что... Нет, подожди, почему спокойно? Если тобой манипулируют, зачем ты на это спокойно смотришь? Слушай, оно всегда так было. Ну а что, история человечества, она состоится из сплошных манипуляций? Андрей не даст собой манипулировать. Он-то чует. Я как бы спокойно к этому отношу. Почему? Потому что ничего нового, на самом деле, ну, за исключением технологий. После Гебельса уже не придумано. Как бы ничего не придумано. Вот эта вся история вбросов, контрпропаганды, провокаций. Это же история, которая... Она человеческая история, это не история интернета. Ну, ты знаешь, мне иногда кажется, что Ашманова тоже кто-то придумал. Потому что, когда Ашманов начинает говорить по телевизору или по радио фразу о том, что вот эта технология вбросов, после чего я наблюдаю резкий всплеск, естественно, в социальных сетях. Все говорят, послушайте, что сказал Ашманов. На самом деле, они говорят так, понимаешь, осмыслить мозгов не хватает. Возникает впечатление, что новостного повода нету. Ашманов отменил новостной повод просто. У него просто такая репутация. Не гипнотизируй меня, а то я сейчас за монитор спрощусь. Но новостной повод-то это не отменяет? То, что это вбрасывают, раскручивают, это скорее работает. Смотри, дай я тебе скажу, значит, видеть, вот как мы мониторим, видеть можно только топорные механические вбросы. Любой аккуратный вброс, во-первых, эксплуатирует реальную проблему, во-вторых, делается аккуратно, и он абсолютно неотличим от естественного события. Это просто сила этого события увеличена из-за того, что подогревает. Сила реакции на события. Да, да, сила перепощивания, там, сила распространения увеличена. Это инструмент, это инструмент. Это инструмент. И лучше всего он работает, когда люди получают то, что ожидают. После выпуска новостей, Игорь, если не возражаешь, через минуту. Ну что ж, возвращаемся в студию. В студию у нас Игорь Ашманов, гендиректор компании Ашманов Партнеры, Андрей Колесников, директор Координационного центра национального домена сети интернет. И я, Игорь Виттер, это парадокс с Игорем Виттером. Телефон в студии 6510996, код города 495. Или на сайте финам.фм, на нашей странице программы «Парадокс». Пишите, а мы вам обязательно ответим. Обсуждаем идеологию экономику российского интернета. И у нас, я предлагаю запустить смс-голосование. Только сначала уточню, Игорь. Значит, возвращаясь к началу. Вот эти чуждые политические и идеологические силы, это такие условные либералы, да? Конечно, да. Хорошо. Очень условные. Значит так. Ну, условные. Игорь сказал условные. Значит так. Ну, они и безусловные. Дорогие радиослушатели, короткий номер 5533, русская буква А, если вы считаете, что интернет оккупирован либеральными силами, Б, если государственниками. Еще раз. А, русская А, если вы считаете, что интернет оккупирован либералами, Б, условными путиноидами-государственниками. Называйте как угодно. Короткий номер 5533. Поехали. Итак, Игорь, новостного повода это не отменяет, просто, а кто занимается вот этим вбросом? Они-то, если ты говоришь, что это те же самые люди, которые днем, коммерция, вечером. Нет, 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 это исполнители. Это исполнители, которые исполняют технически. А есть там довольно большие бригады, которые были собраны за последние, наверное, 10 лет путем такой многоуровневой фильтрации, всяких недах, ИРИ и так далее, которые, собственно, создают контент и придумывают эти поводы. Еще раз повторю, если новостной повод хороший, соответствует тому, что ожидают люди, то его вброс не требует больших механических усилий. Ну, самый простой пример, вот я его не устаю повторять. Не придумывают поводы, а раскручивают. Не обязательно. Вот берет Гельман и пишет пост. Он, правда, говорит, что он скопировал, и это была утка, а он не знал. Он пишет пост, что в Крымске православная церковь ничего не помогает там утонувшим и пострадавшим, только мешает и со всех берет гигантские деньги за отпевание и прочие требы. Это ложь стопроцентная. Он ее берет, сбрасывает, и все охотно подхватывают. Почему, в частности? Во-первых, потому что сложилась многоуровневая система подхватывания. Во-вторых, есть довольно много людей. Вот тут у вас только что была реклама про избавление от зависимости. Есть люди с зависимостью, которым обязательно надо впасть в ужас утром и сказать, черт, нельзя больше так, невозможно жить. Потом вы печали. У меня есть своя теория на это. Успокоиться. Давай, Андрей, озвучил. У меня своя теория. Вот вы такой сейчас смс-напросник запустили. У меня немножко другое деление людей. Я вот немножко, я их не различаю, условно говоря, там, условных каких-то либералов и условных государственников. Я все-таки, ну, наверное, это уже возрастное. Я все-таки начинаю делить людей на разумных и не очень. Вот для меня эта квалификация, как правило, дает более четкий результат. Ты знаешь, Андрей, у меня есть ощущение, что у обеих сторон баррикад. Есть и такие, и такие. Конечно. Ну, подавляющее большинство. Не то, что не имеет мозга. Они имеют мозг, они прекрасны в своей профессии. Они замечательные, добрые люди. Но оценить, проанализировать новостной повод... Я не понимаю этого. Почему? Потому что мы все жили в Советском Союзе, и большинство из нас получило огромный шприц с огромной прививкой. Нет, не получили. Которая называется... Нет, ты прав? Подожди. ...как бы умение оценивать ситуацию. Не правда. Комментирую и возражу. Смотри. Значит, те, кто пережил перестройку, помнят прекрасно бешеное совершенно возбуждение от мозгового вируса, который был закинут в 85-87 году. Вплоть до того доходило, что люди... Было безумие. ...сутками стояли на Пушкинской площади и друг другу пересказывали то, что они в газетах прочли. И читали московские новости, которые висели. Да, и читали московские новости. Но это было объяснено. Многие, многие с тех пор получили иммунитет. Есть люди, у которых этот вирус застрял с тех пор, и они... Иммунитет к чему? К мозговым вирусам. Подожди, подожди, подожди. Значит, Андрей правильно говорит. То, что с телевизора, да, ну, наше поколение, мы все примерно одинаковые, там, в середину. То, что с телевизора, это априори вранье. Ну, наше поколение так считало. То, что мне рассказали, сказали, только никому не говори. Это, скорее всего, правда. Нет, это не так. Потому что потом мозговой вирус вышел в открытое пространство во время перестройки. Повылилась либеральная пропаганда о том, что у нас все пропало, а правильный путь жизни это западный. Потом кто-то получил иммунитет. Но, во-первых, есть люди, у которых эта болезнь осталась на 20 лет. Я знаю таких вечных, вот, одержимых перестройкой людей. О, да. А это половым путем передается? Нет, но они же, они на самом деле абсолютно культовые личности. Ну, да. Сейчас начнем по именам. Ну, да. Баба Лера, например. Ну, да, это абсолютно уважено. Так вот, но наросло новое поколение, которое этого ничего не видело. У них мозг не имеет, они не переболели этой витрянкой. У них нет противоядия. Нет противоядия. И когда начали фигачить о том, что опять все пропало, все плохо, а скоро все рухнет и так далее, людей вот это очень сильно цепляет. Как бы правда и так далее. Знаешь, и людей нашего поколения тоже все продолжает, продолжает цеплять. Ну, тебя же не цепляет. Я очень расстраиваюсь. Почему не цепляет? Я очень расстраиваюсь, когда вроде люди, я даже не побоюсь этого слова, из либеральной среды подхватывают вот эти действительно какие-то мозговые вирусы. Мимо и вирусы, да. Думаю, господи, боже мой, взрослый человек все знает, все прожил уже. Да что же. Опять-таки, возвращаясь к тому, что я в начале передачи говорил, когда ты это говоришь, очень многих слушателей и читателей твоих, и врагов, и друзей возникает впечатление, что эти твои выступления сами новостные поводы разбрасывают. Ну, ты хочешь сами вирусы, сами по себе. Нет, я просто очень убедительный. Дело не в этом. Я не говорю, что ты сам. Я тебя убежу, в чем угодно, поверьте. Ты меня убеждаешь в том, что это раскручивается, но я убежден, что в большинстве случаев это раскручивается самой по себе. Есть такое условие. Так, хорошо, вернемся к Гельману. Объясни мне, пожалуйста, вот сейчас Ашманова выведем за скобки, Андрей, ты мне объясни. Нет, я понимаю, зачем Гельману. Нет, нет, давай не будем. Одну секунду, подожди. Гельману я, допустим, понимаю, зачем. Я не вижу у Гельмана денег на это, и не вижу заказчиков у Гельмана, которым... Еще раз, заказчик у него Березовский, это очевидно. Мне это совершенно очевидно, и это легко померить. Вот, прозвучало. Дело не в этом. Дело не в этом. Дело в том, что все уже стоят на изготовке, они ненавидят РПЦ. Нужно вбросить любую лажу, и она, конечно, подхватится. Люди готовы это обсуждать и в это верить. Уже все подготовлено, только вбрасывай. И что будет? Ничего. РПЦ падет? Отменят в России русскую православную церковь? Будет еще одно повторение, а реклама, как ты знаешь, работает на числе повторений. Как говорил Гебельс еще. Засирание мозгов, извините за мой французский. Вы 5533, напоминаю, короткий номер. А, если вы считаете, что интернет оккупирован либерал, мы же про экономику с тобой хотели поговорить. Вот экономика, а я не вижу денег. По политике спорить. Почему? Я не вижу здесь денег. Там тратятся десятки миллионов долларов в год. Кем? Березовским? У него этих денег сейчас нет. Березовским американцам и кем угодно, через НКО. Конечно, тратятся. То есть... Понятно. У Березовского такие деньги есть. А, ты знаешь... Потом там не нужно столько. Вот для этой кампании против РПЦ нужно денег было существенно меньше. Мне кажется, знаешь, Игорь, мне кажется, вот ты как-то очень по-военному подходишь к этой теме. То есть есть заказчик, есть исполнитель, есть бюджет. Я наблюдаю войну. Но он привык так работать. А мне кажется, что немножко мир, он посложнее все-таки устроен, с моей точки зрения. Управление массами устроено сложнее. Конечно, сложнее. Но для того, чтобы управлять массой миллионы, достаточно небольших денег и небольшой группы людей в сотни или тысячи человек. Мы говорим, в конце концов, о некой идеологии, о борьбе неких идеологических, неких моделей существования цивилизации. Но ведь дело в том, что есть такое явление физик, ну, как бы осцилляться, самогенерирование. То, что мы говорили про мозговый вирус, на самом деле, действительно, бюджет. Я не верю, что где-то там кто-то в чемоданах, значит, возит деньги каким-то блогерам для того, чтобы они туда... Но дальше происходит самовозбуждение, конечно. Но самовозбуждение, это некое социальное явление, которое действительно вот в этих социальных сетях, в массах, именно когда образуется масса, образуется множество социальных связей. И вот эта осцилляция там возникает. Знаешь, Губерман это называл, что идея брошенная в массы, словно девка брошенная в полк. Это и есть та самая осцилляция. Я просто хочу, если вернуться к 87-му году, ситуация сейчас в 87-м отличается разительно. Чем же? Объясню. Уровнем потребления, прежде всего. Да нет, конечно. То, что происходило в 86-м, 87-м, да я объясню тебе свою мысль. 86-й, 87-й, это было такое, знаешь, чисто ленинская стена догнилает, к ней развалится. Союз практически уже рухнул, нужно было подтолкнуть. Да ладно, ты фантазируешь. Ну, неважно. Я не фантазирую, мы сейчас можем долго спорить, как раз тут об экономике, но тем не менее. Ну, не сам рухнул, но... Да, помогли, помогли. Слушай, ты начал спорить о политике. Не о политике, а один... А давай поговорим про экономику. А ты генерируешь эти круги. Причем на... Давай про экономику. Кстати, все, бог с ними, с либералами и с этими самыми. Про экономику говорим, ведь пока мы все разговаривали, у нас в Рунете в прошлом году произошло, в общем, достаточно много интересных событий. Во-первых, Игорь справедливо тут отмечает, стартап-лихорадка практически сошла на нет. По-моему, продолжается дурацкая какая-то. Ну, она уже настолько стала смешно, что уже стало не смешно. Во-вторых, там, одна из главных дискуссионных площадок Рунета, как ее назвал Игорь Живой, журнал, практически отдал концы. Ну, по крайней мере, потерял свое значение. Он лежит и дергается. Ну, это превратилось в фидонет. За последние два года мы увидели просто серьезное переселение, скажем так, потребителей информации, наших дорогих пользователей интернета в Фейсбук в основном. Мы увидели достаточно серьезный рот ВКонтакте. Ну, надо понимать, что все-таки это они перешли с биштексов на доширак, потому что серьезно ничего в Фейсбуке обсуждать нельзя. Безусловно, но, тем не менее, они туда переехали. А главное, мы видели очень интересные выходы Фейсбука на биржу и последующие крах купонных сервисов, опять-таки. Ну, тут я с Игорем вообще даже не спорю. Это все повторы, это все было уже. Ты хочешь сказать, что это повторы красного NASDAQ-99 в 2000 году? Конечно. А что пойдет за этим? Откуда сейчас придут деньги в Рунет? Кто будет зарабатывать? Оно же повторяется, на самом деле. Это очень интересная история. Это такая экосистема интернета. То есть ты должен надуть пузырь, потом лопнет. Это экосистема американская экономика. Очищение. Американская экономика, а не интернет. В американской экономике вкидывание денег в новые интересные бизнесы перемежается с войнами. Там борются две силы. Одна зараживает бабки на войне, а другая... Вот почему не было в 2005 году интернет-бума? Потому что воевали. А сейчас опять пересилили те, кто экономикой занимаются. Сейчас там набрали денег на интернет-сервисы. На Фейсбук очень показано. А потом всех прощают. Говорят, ой, познаете, акции упали. Где пузырь в России-то? Пузырь в России был тоже и есть. У нас амплитуда существенно меньше. Пузырек был. Я, собственно, свечку держал непосредственно, так сказать, в этом процессе. Послушай, значит, у нас была стартап-лихорадка, созданные сотни, наверное, фондов, инкубаторов и прочего. И, на самом деле, денег вброшено довольно много. Понятно, что, как и положено в инвенчурном бизнесе, 9 из 10 умрут. Не перебивайте вы друг друга, дайте по очереди. 9 из 10 этих стартапов умрут, то есть будут потеряны деньги. А кто вкладывает сейчас, объясни мне? Вкладывают как венчуры, то есть институции, да, те, кому положено, эти хотя бы понимают риск. Так и дикие инвесторы, которые заработали в своей основной сфере, например, производят цемент или фанеру, там уже роста нет. Они говорят, о, в интернете, наверное, они приходят и... Куда они, кстати, приходят? Они в Финам приходят, например, они приходят к Маринису на его эти стартап-уикенды или что-то там у него. Он уже давно не проводит. Ну, там другие проводят, все равно. Там альон по полумечится. Так, вы можете друг друга не перебивать? Да мы просто повторяем друг друга. Я понимаю, но тебя радиослушатели не слышат. Хорошо, они приходят к тем магам, которым обещают гигантские возвратные инвестиции, потому что это интернет. Но есть одно обстоятельство. Когда фонд вкладывает в 10... Что-нибудь выстрелит. Выстрелит один и все покрывает. А если фонд вкладывается в один... А если ты вкладываешь в один, ты дикий инвестор, то ты внизу статистики, а не над ней. Я вообще дикий мужчина. Берегар и щетина, но об этом после выпуска новостей. Ну что ж, продолжим нашу беседу. Телефон студии 651099.6, код города 495 или на финам.фм. На странице программы Продокс обсуждаем Рунет. Голосование интернет 5533, короткий номер. Если вы считаете, что интернет оккупирован либералами, русская буква А. Если государственниками, то русская. Буква Б. В студии у нас Игоря Шманов и Андрей Колесников. Возвращаясь к надуванию пузырей. Но рано или поздно инвесторы разочаровываются. Наступает такая вот... Зима. Зима. Когда у нас эта зима? У нас, кстати, 50 на 50. Ну, зима была в 2001 на 2002 году. Ровно 50 на 50. И сейчас, я думаю, что она тоже наступит там, может быть, в 2014 году. Где-нибудь так. Ну, такая не тяжелая зима. Ну, она будет не тяжелая. Не ядерная. Нет. Ну, дело в том, что интернет с тех пор изменился. Сейчас интернет... В нем очень много зарабатывающих бизнесов, чего в 2000 году не было. Там есть реальные деньги, серьезные, большие, миллиарды долларов. Поэтому это будет поддерживающая такая полочка, платформа, которая не даст сильно упасть всему. Андрей, а что может стать новой фишкой вот этого года в интернете вообще и в интернете в частности? То есть, крах купонных сервисов мы видели. Видели крах достаточно многих направлений. Что может стать фишкой? Ну, я все-таки, так сказать, немножко с другим горизонтом. А домены вечно зеленеют. Да, я приводит немножко с другой планкой, ну, именно горизонтом события. Немножко подальше надо смотреть, с моей точки зрения. Нашли горизонт ближайших нескольких лет? Ну, там, я не знаю, 3-4 года. Телеметрия, онлайн-сервисы между устройствами, интеллектуальные сети в помощь человеку. Или видимо. Яндекс.Сердце. Это что такое? Ну, вот он сейчас за пробками следит, а будет следить за людьми, которые... За твоим сердцем. ...болеют заболеваниями сердца. Ну, я условно это называю. Ну, и так далее. То есть развеется... Будет находить ближайшего к тебе человека и говорить ему, слушай, у него там давление, быстро добеги. Да, быстро добеги. Вот кто здесь врач, вот тут нужна помощь. Ну, вот такие какие-то вещи. Это такое конкретное. На карте Москвы вместо ДТП появятся карты инфарктов. Да, например. Ну, то есть там множество помощников маленьких. А если наложить... Маленькие термометры, датчики погоды. Ну, интернет вещей то, что называется. Интернет вещей, да. Это вот ближайшее будущее наше. А если наложить еще на карту пробок в Москве, то будет видно, что человеку не довезла скорая помощь, поэтому инфаркт там... Да, кстати, это отдельная тема для разговора. Вот в такой системе, когда тебя окружает информационная среда при помощи различных там миллионов датчиков и обмена данными, в ней очень сложно, мне кажется, как-то скрыться. Скрыть, да. Тебе, извините за сравнение, будет приходить сообщение, что у твоего сексуального партнера почему-то сейчас очень высокое давление, учащенное дыхание. Но он не дома. Вот ты смеешься, вот ты смеешься. Ты знаешь, гениальный стартап. Ты нажимаешь в этот момент на кнопку и... Ты зря смеешься, ты зря смеешься. Дело в том, что сервисы онлайн-мониторинга пациентов, в частности, с высоким крыльным давлением, ну и так далее, и так далее, это вещи, которые уже сейчас есть, вот. И действительно, когда разрабатывают, разрабатывали эти сервисы, в том числе и у нас там несколько было попыток это сделать, не знаю, есть сейчас или нет. Вот, но само по себе очень правильная вещь. Ну, там действительно есть такой пункт, да, что, в общем, возникают ситуации, о которых Игорь рассказал. Да, ложные тревоги. А скажи мне, пожалуйста, кто будет в это вкладываться? То есть в это вкладываются уже серьезные игроки на рынке, которые существуют сейчас? Ну, я приведу один пример. Например, системы информационные, которые задействованы в МЧС. То есть оснащение датчиками реал-тайм, например, гидроэлектростанций, атомных станций, больших химических производств, триангуляции, то есть в 3D-модели, где находится какой человек. Ну, там скоро даже не оснащать будут, а просто высыпать с вертолета эти датчики, которые будут жить там, условно говоря, год на маленькой батарейке и излучать. И между собой связываться, передавать всякие данные. Вот, например, применение МЧС, это очень хорошая история. Почему? Потому что она действительно позволяет в каких-то опасных производствах или там каких-то непонятных конструкциях быстро проводить какие-то мероприятия, контролировать, где люди находятся, где находится логистика, где находится кар, где находится, там, я не знаю, эскаватор и так далее, и так далее. Это вполне конкретное применение. Это, кстати, очень большая область, которая будет очень-очень быстро растить. Ну, первое, что мы увидим, это же просто сейчас оснащение всего транспорта GPS-ом, да, ну, ГЛОНАССом, по крайней мере, всего государственного, так чтобы не было левых. Видно сразу государственного. А я хотел сказать, значит, по поводу государства. На самом деле государство, это, если, так сказать, грамотно этим всем пользуется, это один из драйверов вообще всей этой истории. Почему? Потому что ты, например, не знаю, там, получаешь гигантский там подряд на значение, там, не знаю, всех железных дорог или там всех государственных машин. Вот, например, обсуждали закон о связи, говорят, простые вещи. Вот есть государственные объекты. Вот для того, чтобы развивать инфраструктуру интернета, в том числе, необходимо принять закон, которым государственные объекты можно будет ставить сооружение связи, как бы, ну, по облегченной процедуре, и за понятные дешевые деньги, для того, чтобы снизить стоимость. То есть роль государства, на самом деле, во всей этой истории в интернетской очень большая. Ее просто надо уметь применять правильно. Ну, ты же слышал, наверное, эту историю про то, что установка камер в избирательные участки год назад привела к повышению пропускной способности конъективики в Грунете. Полтора раза. И народ узнал, что такое браткаст. Понимаешь, это было, вообще это было, абсолютно гениальная идея была. Тут вопрос с сайта пришел к Игорю. Расскажите про механизм распространения информации. Вот, к примеру, понятно, что когда о чем-то начали говорить по телевидению, то уже обсосали в блогах, в твиттере, где только можно. Заметь, тот человек считает, что не телевидение вбрасывает, а наоборот, до телевидения доходит в последнем. Но есть же какие-то источники, социальные сети, сайты, может, что-то еще, которые являются пионерами информации, наиболее быстро реагируют. Иногда бывает. Значит, коротко. Я это называю механизмом возгонки и отмывки новостей через социальные сети. Социальные сети часто служат для вбрасывания, не для распространения, потому что там нет ответственности. Там можно вбросить анонимно, раскрутить анонимно. Затем это попадает в СМИ, которые в случае искусственных вбросов уже стоят в низкой стойке и ждут. А они отмывают. Они это отмывают и начинают раскручивать, как будто это настоящая новость. Дальше это идет снова в блоге и так прокручивается несколько раз, пока не возгоняется до телеканалов федеральных. И тогда это становится, ну, как бы совсем уже новостью, хотя это может быть изначально фальшивка. Игорь произнес ключевое слово ответственность. Андрей, мы видели в прошлом году, особенно так под занавес года, там наш еще товарищ Герман Сергеевич Клименко выступил. Мощно потом с Гатаровым они, по-моему, на пару предлагали закрыть в России Facebook и живой журнал и вообще контролировать сети. По-разному к этому можно относиться, но вопрос... Прикалывались, конечно. Я же прикалываюсь. Ну, прикалывались, не прикалывались, понимаешь, зная Гатар, суровые челябинские пацаны, будь они даже членами Совета Федерации, особо не прикалываются. А вопрос у меня в следующем, Андрей. Тем не менее, вопрос ответственности в сети абсолютно назрел. Потому что сейчас ситуация, когда с одной стороны можно любого человека обмазать любым веществом и отмазываться он будет долго. С шоколадом, например. Ну, например, да. Вряд ли нашего дорогого юзера другого, он же, Гадамов, с шоколадом обмазывали. А с другой стороны, в принципе, репутационные потери человек ненесет никакие. Ну, и он тоже с шоколадом обмазывал. Ну, это... Я с тобой тут не спорю. Меня интересует механизм и введение ответственности. Мне тоже не нравится, мы сейчас к ней вернемся. Значит, вот это та история, которая... Которая всегда у меня есть одинаковая ответ. На самом деле, в интернете это большая утопия, что трудно найти какого-то автора и так далее. Почему трудно найти? Найти нетрудно. Нетрудно. Но он ответственности никакой не любит. Просто на него никто не накатил, на самом деле. То есть, это же, с моей точки зрения, вопрос правоприменения и какой-то традиции, именно каких-то разборок в юридическом поле действующем. Лучше бы понятен. Кого-то оскорбили. Значит, ты вычисляешь, как бы, вычисляется все, да, вот этот меня оскорбил, подавишь в суд, как ты там разбираешься и так далее. Ну вот, вот эта история, она работает везде. Там есть разрыв. Вычислить можно, когда есть оперативно-розыскная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность. А это только по уголовке. А главное, что еще есть практика правоприменения. И практика правоприменения, конечно. Потому что в суде ты замучаешься доказывать, что человек... Конечно. Вот, еще раз, это же не законы плохие. Это применение плохие. Что человек под ником Надя Долбанутая какая-нибудь... Является там, да. Является на самом деле Эллой Кацнельбогеной. Нет, если там совершено преступление, то доказать это очень просто. Еще раз, давай возьмем вот простой вариант. Не очень простой. Ну, может, все знаем, что не очень простой. Значит, давай возьмем два варианта. Вот представь себе, что это... Нужна оперативно-розыскная деятельность. Оно все тонет, бумага. А по гражданским делам она не производится. Даже если это не анонимно производится в Фейсбуке, это может быть не анонимно. В конце концов, в истории с другим это не анонимно. Но ответственности никакой все было сделано... А что он не подал в суд? Нет, надо подать в суд. Он просто не подает в суд. Вот, как ты помнишь эту историю с делом Магнитского, там сейчас фигурант, которого обвиняют, что он его замочил. Нет, наоборот. Карпов. Карпов подал в суд, а Браудер уклоняется, наоборот, от суда. Потому что суд довольно много проясняет, даже если стороны этого не хотят, потому что божественная процедура римского права работает до сих пор. Работает, да. Художедно, но работает. Притом, что все интересы противоречат выяснению истины, например. Представь себе, сейчас в каком-нибудь закрытом комьюнити, да, Cat Lover, написали, что уважаемый господин Колесников, написал человек под ником, опять-таки, Надя Болбанутая, написал, что Колесников насилует котят. Закрытая комьюнити, например, в живом журнале. По правилам там живого журнала ты вообще оттуда ничего не вытащишь. Да? Как господину Колесников... А потом... Колесников как нормальный человек не обратится. Ты не обратишь внимания естественно. Нет, нет, смотри, смотри. Это все по барабану. Но если пойдут вбросы, кому-то надо раскрутить. Подожди, подожди, подожди. Ты путаешь улики с судом. Суд может вообще никаких улик не принимать во внимание и создавать их сам, например, путем опроса свидетелей. Суду надо принять решение. И он это решение может принять на основании достоверной информации от людей. Вовсе не обязательно. Кто-то должен заявить. Кто-то должен заявить, да. И дальше опросить свидетелей. Этого даже достаточно. Можно создать сервис фиксации контента. Такие сейчас даже есть. Просто это дорого. Там зафиксировать скриншот, там, 4 тысячи рублей. Да, юридическое... Ну, это тоже делается. То есть я правильно понимаю сейчас, что ты не считаешь, что в Рунете нужны дополнительные механизмы контроля и ответственности? Не нужны. Они есть. Просто это в офлайне все надо делать. Запомни, Ашманов, эти слова. В следующий раз, когда ты будешь призывать денег в Государственной Думе, там, консультируйте. А я призывал в Государственной Думе? Вот, кстати. Тут вот... Это у тебя... К сожалению... Это мозговые слизи и мозговые вирси. Ашманов не призывал. Ну, Клименко призывал. Какая разница? Клименко работает. Есть разница. Я вот Игорь Станиславович, а он там... Герман Сергеевич. Герман Сергеевич, да. А, значит, никаких механизмов контроля, вы считаете, не нужно? Нет, нет. А нужно, но они есть все. Например? Новых не нужно. Так надо использовать. Ага. Новых не нужно. Нужна правоприменительная практика. Там создастся гильдия юристов, которые всех троллят в интернете. Ну и так далее. Хорошо. Создаем гильдию антитроллев и юристов. Игорь, скажи мне все-таки, пожалуйста, во что ты оцениваешь общий объем некоммерческого рынка распространения... Ну, не коммерческого в смысле, не продвижения продуктов и так далее, а распространения информации в интернете. Назовем это так. В смысле, рынок идеологических услуг, да? Называй это как угодно. Вот условный Березовский, условные американцы, сколько они забрасывают. Ну, смотри, там же... Давай начнем с атомарной оценки. В сети сейчас несколько раз вскрывали почту с прайс-листами на посты самых топовых блогеров. Ты веришь в это, да? Напомню, кстати, 55-33... У нас сейчас государственники лидируют. Наши радиослушатели считают, что государственники запланили интернет. 55-33, а, если либералы, б, если государственники присылают. Конечно, потому что один из мозговых вирусов либералов о том, что государство контролирует интернет. Ну, неважно. То есть, Василий Кеменко все эти боты не насылал? Насылал. Насылал, конечно. Просто они у него дохлые и слабые. И заметные. Ботов в 10 раз больше примерно. Да не ботов, просто либералы. Просто в сети доминируют либералы, пораженные мозговым слезом. Не боты. Боты тут не нужны. И основные вбросы делаются через сеть людей. Но мы говорили о другом. Есть прайс-листы, которые не раз всплывали. От малоизвестного Козырева, который пост стоит 10 тысяч рублей, до Навального и другого, у которых 150-200. Один пост. Совершенно очевидно, что поскольку и мы время от времени, когда занимаемся коммерческим делом, на нас наскакивают такие ребята и говорят, давайте мы вам постов накупим. Наплодим. С этими же прайс-листами приходим. Мы этого не покупаем, потому что это чушь. Это работать не должно. Но тем не менее, у Тёмы Лебедева просто цена объявлена. По-моему, те же самые 150 тысяч рублей за пост. Но рекламный. Тёма по-честному работает. Он по-честному. Но цены похожи. Соответственно, есть еще цены на аренду ботов и так далее. Я думаю, что это не очень много. Это десятки миллионов долларов в год. Несколько десятков. Противовес настоящему криминалу, настоящему банкингу, фишингу, который исчисляется сотнями миллионов. После выпуска новостей, буквально через несколько минут, мы вернемся в студию. Ну что ж, возвращаемся в студию. В студию у нас Игорь Ашманов и Андрей Корейсников. А телефон в студии 6510996. Код города 495. Или на сайте finam.fm. У нас еще и смс-голосование. Если вы считаете, что оккупировали интернет условные либералы. 5533, русская буква А. Если нет, короткий номер 5533. Точнее, не если нет, а если интернет оккупирован государственниками, на 5533, русская буква Б. Скажи, Игорь, а зачем они так бездарно тогда тратят деньги? Ну вот это условно-березовский, условно-американский. А почему бездарно? Бездарно, потому что ты прекрасно понимаешь, что подобный социал-медиа маркетинг абсолютно не работает. Работает, конечно. Работает любое количество, большое количество повторений. Если повторять, то ты в определенный момент вдруг обнаруживаешь, что оказывается, там, попы плохие, все чиновники там. Ты вспомни, что было с лета. Я даже уже не буду говорить про старые. Значит, сначала был Пусси Райт. Вот, значит, потом там что-то про Путина с журавлями, но это, скорее всего, вброс с противоположной стороны. Это прекрасный, мне очень нравится. Прекрасный вброс. Потом сироты, потом сирот все забыли неожиданно. Сейчас Пусси Райт сидят, их тоже уже никто не вспоминает. Наглухо забыли. Я нагло порекламируюсь, я считаю, что я придумаю лучший заголовок этой новости в том строю из промежуток малый. Ну да, да, да. Вот сейчас, значит, педерасты. Ой, ой, уволили это, ой, да не уволили, оказывается, а наоборот, он тут везде красуется и так далее. То есть, быстрый, значит... Красуется Красовский, а Оля Калмановского ты не путаю. Ну да, да, да. Оба теперь, как наш коллега сказал, господа какие. Да, да, да. Ну вот, то есть... Я что-то пропустил. Очень быстрый вброс, значит, гигантский флейм. Потом раз, все забыли, перешли на другую новость. А кому это нужно? Расскажи мне, пожалуйста, кому это нужно? Остается осадок. Но если бы наша дума не была такой идиоткой, и занималась бы действительно крахом российской экономики, вместо того, чтобы спокойно... Я, в отличие от Познера, кстати, не буду извиняться за то, что я назвал Государственную Думу идиотской. Кому нужно, понимаешь, пропаганды гомосексуализма в стране никого, кроме либералов этих, не волнуют. У нас крах в экономике. Напомню, что мы говорим об экономике. Вот там у нас вилы. Это, кстати, интересный вопрос. Это неизвестно, крах там или нет, потому что у нас, в любом случае, этот крах сильно лучше, чем в Европе. В Европе там все вообще... Бог с ним. Ты считаешь, что Государственная Дума должна сейчас заниматься проблемами распространения гомосексуализма и пропаганды? Я лично думаю, что Государственная Дума сейчас занимается вместе с Путиным созданием мегалегулятора и отъемом там у УЦБ право инвестировать только, значит, в импорт и не давать денег там в производство. Сходи, кстати, на сайт Сделано у нас.ру, не знаю, чей он. Я думаю, что Якименковский в прошлом. Вбросил Ашманов. Да, это вброс такой. Там какие фабрики у нас каждый день открываются, там пишут. Сделано у нас.ру. Так вот, я думаю, что такие вещи, как запрет пропаганды в гомосексуализм, это просто такая дымовая завеса, чтобы и либералы, и все остальные велись на это шевеление. А в это время... А денег на это дает, значит, Березовский. Чтобы Путин устраивал вместе с Государственной Думой дымовую завесу для либералов. Не-не-не, Березовский боролся исключительно с церковью. Не знаю, что он сейчас делает. Зачем? У него сейчас там... Березовский хочет занять место патриарха? Ну, подожди. Во-первых, началось с того, что он написал письмо патриарху с требованием снять Путина. Затем он объявил, что он будет делать православную партию. Объявил себя православным. Что меня нет... Он давно объявил себя православным. Классно. А он еще раз на этом наставил и так далее. Бог с ним. Слушай, меня его мотивы не интересуют. Нет, нет. Подожди. Мы логику пытаемся вместе с Андреем Паневым. Логику я тебе объясню. Если Госдума, условная власть... Госдума с Путиным вместе сейчас делает довольно энергичные экономические движения. Вообще тектонического масштаба. А мне что-то сложилось впечатление, что у нас правительство работает. Да. И правительство работает и так далее. В это же самое время запускаются скандальные законы и вся либеральная тусовка туда бросается послушно. И это, конечно, манипулирование со стороны правительства, на мой взгляд. А то бы что либералы узнали? Что на этом проекте Государственная Дума, правительство, власть и так далее сперли очередной здоровый куст денег? Да нет, никто там ничего не прет. Слушай, еще раз. А тогда зачем? Разбираться в экономике и аргументированно ее как бы критиковать, это нужно работать. Правильно. А про педерастов ничего не нужно. Правильно. Абсолютно с тобой согласен. Ну и пусть они себе бухтят про экономику, понимаешь? Как говорится, вопли с обиженки пацанов не волнуют. Зачем тогда Путину, зачем Государственной Думе, зачем власти вообще и правительству в том числе пускать либералам дымовую завесу? Если они не готовят какую-то поганку. Если поганку мутят, тогда да. Гомосексуализм, он еще на самом деле приятен и полезен большинству соседей нашей страны. Цитату, пожалуйста, дорогие. Пока Ашманов не вышел из студии, сразу у нас должно появиться заголовка. Гомосексуализм приятен и полезен, сказал Игорь Ашманов. Ты сказал, сказал. Пропаганда. Пропаганда добавил. Я на самом деле абсолютно не... Я абсолютно вообще даже не понимаю, зачем все это обсуждается. Вот я тоже не понимаю, зачем мы об этом говорим вообще. А это интересно, мы механизмы пытаемся вскрыть. Потому что у Виталия сидит в голове очередной мозговой вирус. У меня он вообще не сидит, мне плевать абсолютно на всех. Слушай, я вот считаю, что надо открыть стартап по излечению от зависимости, только не алкогольный, а вот от этой вот. Интернетовской. От политической зависимости. От вирусной зависимости. Дай денег, я что-нибудь придумаю. Да? Для этого нужно, конечно. Я в свое время ан-МБИ придумал, вот надо ан-вайрос какой-то. Да. Продолжаем. Значит, мы так и не поняли, кому нужны подобные сбросы, а главное, что объем денег, который за ними стоит, абсолютно незначителен. Он может быть значительным для условного другого, которому 5000 рублей, то есть долларов за пост, это вполне себе деньги. Он достаточно, он, этот объем денег выполняет свою задачу, потому что вообще СМИ и социальные сети инструмент с огромным увеличением, а следовательно небольшими усилиями можно создать огромный эффект. В этом смысле этот объем денег достаточен. Если ты почитаешь там американские там отчеты, сколько они тратят на несение демократии в Россию, это будут десятки миллионов долларов, ну, открытые расходы. Ну, они это делают, в общем, как-то достаточно интеллигентно, надо сказать, то есть, там, собственно, целеполагание правильное написано. А какое целеполагание, Андрей, расскажи, пожалуйста, какое? А целеполагание очень простое, на самом деле, вот, в отличие от многих других государств и, так сказать, политических строев, мне очень, чем нравится Америка, она всегда интроверт, она всегда нацелена внутрь себя. Все, что они делают, они делают исключительно в своих интересах, не для того, чтобы кому-то плохо сделать, а для того, чтобы в результате стало себе хорошо. Но в результате попутно делают очень многим плохо. Мы виноваты уж тем, что хочется им слушать. Смотри, да, конечно, но это очень интересная вещь, которой стоит обратить внимание. Например, это же разные психологии. Психология русского и советского человека — это оборонная психология. Кругом враги, надо от них защищаться, вот бюджет на защиту, туда-сюда пятьдесятых. Бюджет американский, бюджет всегда идеологии нападения, идеологии развития, идеологии... Кругом пища, надо ее забрать. Конечно, кругом пища, которую надо забрать. Вот при всех этих бросах я все-таки хочу вернуться. Игорь, там я недавно где-то читал, перечислял следующее, что это уже было неоднократно использовано американцами, в том числе в Египте, в Ливии, в Сербии. Смотрим, да? Да. И мы прекрасно понимаем, что революция в Египте, она, вот именно ей нужен был небольшой толчок, именно вывести массы на площадь. Всегда нужен небольшой толчок, только его подготавливают десятки лет. Если стена не гнилая, если поводов нет, причин точнее нет. Сначала нужно запустить термитов, которые эту стену подточат. Да нет, ну там гниловато все-таки было. В Ливии, при всем моем огромном уважении к полковнику, а в Сербии это не сработало, тогда социальных сетей не было. В США тоже все гнилое, насквозь. Просто никто у них не подталкивает, потому что нет игроков, которые осмеливаются играть внутри США. Есть такие игроки, короче. Есть такая партия. Линдон Ларуш, например. Да нет. Ему же, правда, 90 лет, но вполне себе еще... Слушай, нет, там реальных усилий никто не вкладывает. Более того, если они будут замечены, там американцы с кровью, там, каленым железом это все выжгут. А подтолкнуть можно почти... Везде есть проблемы, всегда. Да? Нету стран без прав... Покажи такую страну. Нету таких стран, но такого объема воровства, цинизма и коррупции, которые сейчас есть в России, при этом страна не может... Мне кажется, в Китае раз 10 больше. Мне кажется, что арабов больше. Несмотря на то, что они стреляют, у арабов больше. Конечно, больше. У арабов при этом... У них это часть культуры, я прошу прощения. Во-первых, часть культуры, как, кстати, у нас. А во-вторых, извините... Я не хочу никого обидеть, но это так. Это в вашей культуре. Вот у меня, на Крым, нет такой культуры. А в вашей это в чем? Ну, если у тебя часть культуры это коррупция, то у меня нет... Не у меня, я считаю, что часть российской культуры, к сожалению, да? Не знаю, мы с тобой, наверное, в разных России. Тем не менее, арабское население не в бедных странах... Арабское население-то разное бывает. Так вот, в арабское население, в странах, где есть нефть, живет-то весьма небедно, и поводу бунтовать им нет. Они вполне себе... Смотри, там этих небедных, которые настоящие граждане, там процентов, наверное, 20, все остальные их обслуживают, абсолютно бесправные. Включая пакистанцев, там, и так далее. Это вообще жесть. Там вообще ужас. В сообщениях сайта, хочу слушать вас в Питере, есть ли надежда. Я не знаю, если это про нас троих, кто сейчас в студии, то надежда есть, мы можем с гастролями приехать там поговорить. Ну да. То есть, ты считаешь, что на самом деле есть бюджет, хоть и небольшой, но реально целенаправленно, который троится. Насчет небольшой, он публично небольшой, сколько, не знаю. Я думаю, что в социальной сети российской, ну там, в социальных медиа, вытрачиваются десятки миллионов долларов в год, потому что большинство тех, кто это делает, можно купить по дешевке. Они не очень дорогие. А как бесплатно люди работают? Да, и при этом... Вот смотрю я у себя в камерах и точно знаю, что эти люди работают бесплатно. Конечно, энтузиасты. Конечно, конечно. И это тоже созданная такая система, ядро, тусовка вокруг нее, сочувствующая, и уж только потом публика. А главное, чтобы в середине была какая-нибудь истеричная барышня. Истеричные барышни должны быть везде. Они на любом смысле есть. Скажи мне, пожалуйста, Андрей, все-таки в трех словах, помимо того, что перечислил в самом интернете, на смену сервисам, которые были в прошлом году, которые рухнули, что нового может прийти? Ну, я уже сказал, вот эти всякие микровещи... Эти мы уже, да, это мы поняли, но это скорее телеметрики. Я думаю, мобильники растут, да, мобильники... То есть рынок мобильных приложений. Офигачат просто в полную работу. Не приложения, а устройств даже, потому что эти устройства... Слушай, а ты знаешь, Игорь, вот, кстати, еще одна интересная тема по поводу мобильных сервисов, именно информационных сервисов. Сейчас появилось много приложений, там куча какой-то рекламы, но я, честно говоря, даже не знаю, не видел никогда оценки о ее эффективности, о ее, так сказать, монетарности. А главное еще объемов этой рекламы. То есть ее очень много, но я не понимаю, делают ли на этом люди деньги. Там, скорее всего, вообще зарабатывание денег будет каким-то совершенно другим. Там какой-то другой результат. Там будет не реклама, там будет продажа каких-то лидов и полукоммерческих приложений, туда коммерция будет зашита. Зашита как-то внутри, да. Но это точно совершенно будущее, потому что сейчас уже есть довольно много людей, которые никогда не купят себе персональный компьютер и на веб уже не пойдут. Они все будут делать через мобильник. Мы как старые динозавры смотрим на них с удивлением. Да. Но это так, это реально. Поколение больших пальцев. Понятно. Да, кстати, это влияет на физиологию. Это влияет еще отлично на физиологию, но рынок мобильных прижимов, мне интересно, а российские игроки появятся прорывные, которые сделают там очередных птичек-то? Вот это наша дама. Cut the rope. Наша дама, которая вот сейчас там одна из самых ведущих по онлайн-играм для мобильных устройств. Олеса Чумачева, что ли? Вот это пример. Мацанюк, короче. Я имею в виду новых игроков. Ну, наверняка. И какая-то прорывная их масса. Не один, два, три. Сейчас довольно большая масса накопилась людей, совершенно без предрассудков, которые там кончили хороший вуз там пять лет назад, которые легко добывают деньги. Я думаю, что все будет. Которые не испытывают комплексов и не болеют вирусом. Да. Издатель. Да, их это не интересует. Ну, типа Паша Дуров, вот хороший как бы обращик. Подводя итоги, почти 70% наших радиослушателей считают, что в интернете засилье государственников. А значит, мозговой слизень по-прежнему сидит в головах. Так что занимайтесь разработкой мобильных приложений. Не сидите в соцсетях. Игорь Ашманов, Андрей Колесников и я, Игорь Витель. Услышимся завтра в то же время.